Добрый вечер, милые телезрители! В эфире программы «Полуношники» в студии Владимир Молчанов. Давайте проведем ближайшие полчаса вместе. Не спите, будьте с нами. У меня очень интересные и чудесные гости. Это Светлана Врагова, художественный руководитель Московского театра «Модерн» «Народная артистка России» и замечательный молодой еще артист Григорий Антипенко. Артист театра и кино. Он снялся прекрасно в сериале «Не родись красивой», да? Не страшно произносить. Не страшно. Вот почему я вас пригласил. Через пару дней, 27 марта, как обычно, будет Всемирный день театра. Его отмечают те, кто любит театр. И говорить мы будем о театре, а не о кино сегодня. И вы знаете, вот есть такая программа «Культурная революция», которую ведет Миша Швыдкой. Вот я думаю, что Швыдкой назвал бы нашу сегодняшнюю передачу «Храма искусства в театре больше нет». Кто-то будет за, кто-то будет против. Не знаю. Вы готовы возразить, что храма искусства в театре больше нет? Я начинаю именно с вас, поскольку вы не так давно пришли в театр. Если не брать вашу... Лично для меня это храм искусства. Лично для вас. Я сейчас не готов говорить за всех, главное, за зрителей, которые ходят сейчас в театр, и как они воспринимают вообще театр. Сейчас очень сложно театру существовать в конкуренции с телевидением и с кинематографом. Он остался храмом? Или так же, или нет? Или вообще нет больше храма? Удерживать это понятие чрезвычайно трудно. Если в нем такие актеры, которые несут в себе это, то он есть. Он состоит из актеров театров, из этики театральной. Даже бухгалтер главный приходит и несет какую-то грязь, так сказать, с улицы, то даже... и начинает он разрушаться. Храмовость театральная, что это такое на самом деле? Это не такое трепетное отношение полусумасшедших. Это встреча со зрителем и служба. В театре служба, к которой все относятся честно. Служба-то... у вас тоже это осталось, служба в театре? Так говорили старые актеры. Я считаю, что это очень знаменитая слово. Вообще служба. Замечательно. Я служу в театре. Служу театру, служу... В театре? Отечеству. Мне кажется, вообще правильнее служить. Я помню старый МХАТ, который все говорили... Служба-то великая вещь. Я служу в МХАТе там всю жизнь. Они вот говорят... Да, но сейчас немножко другое вообще понятие. Я в станице массажских подменили сейчас. Я играю, я работаю. Я работаю. Я работаю в театре и так далее. Изредка. Я сейчас не про себя говорю. Нет, вообще. Я вообще говорю про понятие. Вот я ведь не случайно сказал изредка, потому что Светлана только что говорила о том, что если в театре служишь, несешь эту этику театральную... А когда служить-то в театре, когда вот вам надо поехать на пять съемок, в разные фильмы, сыграть в той антрепризе, переехать в этот город, успеть сняться утром в Питере, к вечеру приехать на спектакль. В Москву у ваших артистов, наверное, то же самое. Нет, у меня не так. Вы не пускаете их. Нет, я пускаю. Пускаете. Но это уже совершенно другой театр. Но у меня другой театр. Я не люблю, вот я могу сказать точно, и я это держу уже 25 лет, я пускаю в свой театр артистов, и свои ученики у моей, так сказать, работают в театре, которые, так сказать, там служат. Да. И приглашаю Зельдина Владимира Михайловича. Которым 97 в этом году. Который служит в театре. Когда он входит в театр, только начинает. Спартак Мишулин, которого свечение было. Наталья Тинякова, Ира Гринёва и много других артистов. Сейчас пришла Люба Толкалина с Юрой Беляевым. И главную роль у меня играет Валерий Золотович. Но вы идёте по принципу приглашения. Приглашение им. То же самое. Нет, не в этом дело. Заражение этим. Но мы же заражаем своим театром. Они не просто приезжают в какую-то сборную солянку. Они приезжают уже в театр, у которого есть направление, режиссёр. Они туда вливаются. И я ещё с ними начинаю разговаривать. Я взращён на другом. У меня папа очень много писал музыки для спектакля. Мхатова, Ахтанговского театра. У меня мама была актрисой в том же театре, где Зельдин. И я привык к тому, что артист работает в театре. Вот в этом театре он работает. Ну, изредка его могут отпустить в кино. А вы вот в театре не работаете. У вас нет своего театра. У вас есть прекрасный... В Ахтанговском вы с Юлией Рудберг Медеев играете. Медеев, она меня в общем пригласила. Значит, в Ермолово у вас была премьера Одесса-913, Бене Крик. Об этом чуть позже. И вы не можете остановиться. Вам когда-нибудь хотелось играть в одном театре? Ну, знаете, это очень сложный вопрос. Во-первых, начнём с того, что, ну, может быть, я ещё не совсем сложившийся актёр. Меня не зовут. А я могу объяснить это, может быть, тем, что большие режиссёры, они просто, ну, видят, что я человек очень независимый. Я не люблю самодурство в искусстве вообще, в принципе. А такое самодурство? Ну, есть сейчас существует такая тенденция. Сейчас очень мало... Я не говорю ни про кого конкретно, но я с этим сталкивался. Когда люди в театре, получая место, ну, художественного руководителя или главного режиссёра, ну, становятся неким просто вот руководителем, но за этим всем ничего не происходит. Но это случается в московских театрах. Ну, это часто в Москве. Волно, конечно. Да нет. И когда пытаешься как-то противостоять этой ситуации, а зачем, нет, всё не так. Как-то пытаешься хотя бы, ну, расшевелить это пространство. Надо найти своего режиссёра. Это дико не нравится. Ну, естественно. Что вы можете выходить в... Надо найти своего режиссёра. Вы понимаете, это договор. Это да. Прежде всего, мы договариваемся на берегу. Это прежде всего доверие. Договор. Прежде всего, доверие. Доверие, доверие. Ну, если я беру актёра, я уже его люблю заранее. Но, значит, тем не менее, можно прыгать вот такую планку. Туда-сюда. Вот я так вот в кино поснимался туда-сюда. Какой есть, такой и есть. Здрасте, я вашей тётя. Своими словами. Тем более, сегодня нет кино Райзмана. Нет кино Герасимова. Понимаете? А там свобода. А ещё своими словами можно. Вы согласны, что на Антипенко пойдут? Вот сейчас на Антипенко пойдут не потому, что он играет Беню Кристос? Антипенко, я уверена... А потому что он сыграл и стал известен благодаря сериалу. Нет, не в этом дело. Антипенко, простите за то, что я вас называю, чрезвычайно интеллигентный артист. Это беда для артиста. Он аристократичен, интеллигентен. И даже там, где я его видела, он выпадает совершенно из формата. Везде он пишет, что у него плохой характер. Ничего подобного. Но это кого волнует, какой характер у артиста? Это какой характер. А у кого хороший характер из актёров? У меня, что ли, хороший? У всех плохие характеры. Я слышал, что у вас ужасно. У меня тут чрезвычный характер. Характер. Но при чём здесь характер? Когда речь идёт не о вас, а о персонаже. Конечно. Люди же смотрят, что, собственно говоря... Простите, а вот, Григорий, а вам обидно, что на вас пойдут не как на артиста, который играет там с Рудберг, или с другими артистами там в Ермовском, или у Калягина, в Этсетера, а что пойдут, вот основная масса попрётся, вот потому что вот как в Амхат на Семчево ходили, потому что он в пиве снялся. Прекрасный артист Семчево. Слушайте, у него ходят, я сам сидел, кричаю, о, толстяк, говорит, вышел. Это ужас. Это, ну ладно, у нас народ всегда был, в общем, не очень в культуре, но он хотя бы раньше себя приличнее вёл в театре. Ой, разный народ. Ой, что народ вытворяет иногда в театрах, это страшно даже говорить. Это хорошо на самом деле. Неважно, каким образом он туда ходит, главное, чтобы он туда придёт. А если хоть один актёр на сцене готов что-то сказать, и что-то серьёзное, что-то высказать какую-то свою позицию, это позиция нравственная, более нравственная, чем наше телевидение, и то, что оно демонстрирует, это уже прекрасно. Это значит, хотя бы 50% зрителей, в лучшем случае, наверное, в зале, что-то для себя почерпнут, что-то новое для себя откроют и задумаются о каких-то таких вещах, о которых они в жизни, повседневной, просто уже забыли думать. А можно, Светлана, сейчас я задам ещё один вопрос этому молодому интеллигентному актёру, с тем, чтобы потом задать вам много задких вопросов. Я получаю гораздо больше удовольствия, когда говорит о том. Вот знаете, что меня поразило? Я ещё не видел этот спектакль, надеюсь на него прийти, но я прочитал. Вы поставили Бабеля, вы играете у Бабеля в Ермововском театре. И премьера прошла 27 января 2012 года, ровно 70 лет спустя после того, как Бабеля в этот день расстреляли. И приказ о расстреле, или как это называлось, подписал Сталин. И вы играете в этот день. Вы понимаете, в чём вы играете и кто такой Бабель? Вот вы совершенно молодой человек, вы очень далеки от этого. Нет, ну я не совсем знаю. А Бабеля кто знает-то, кроме них сейчас вообще уже никто не знает. Бабель, да, к сожалению, такой автор. Но вообще был открыт очень давно. Ну, в смысле, как бы относительно его смерти. И очень долго шёл к зрителю, он не был признан. И сейчас-то кто знает Бабеля? Сейчас уже никто не знает. Интеллигенция знает. Да и Чехова ещё знает, в школе проходит. Бабель это сложный автор. В смысле, он очень хороший, очень лёгкий, но, видимо, в этом его и сложность. Играть очень трудно, потому что можно... Играть страшно сложно, потому что один сит, и нас, наверное, бы закидали помидорами, это точно. Пасть в то, что происходит с этим акцентом, который пытаются в сериалах изобразить... У кого-то получается, нет, мне очень нравится ликвидация. Два самых обсуждаемых таких момента, вот, в последнее время. Это спектакль «Анархия» в «Современнике», который поставил Гарик Сукачёв, где приблизительно половина спектакля — это нецензурная лексика, о чём вас предупреждают. Это одно. Я был на этом спектакле, скажу, что мне это очень понравилось. Меня язык этого спектакля оскорбляет куда меньше, чем язык, разнузданный язык, скажем, передачи «Дом-2». Это одно. И второе, то, что мы видели только по телевидению, сюжет о подпольной постановке в Белоруссии, где, в общем-то... А, да, я слышала. Вот, спектакля, известнейшего спектакля, я не помню, кто его написал, о феминистках, которые называются монологи... Там почему-то говорят «вагины», хотя это «вагина». Вот. Этот спектакль шёл в 50 странах и собрал около полумиллиарда долларов, которые идут на борьбу у женщин за свободу. Я пытаюсь понять, это попытка быть очень современным, или это вот такая необходимость? Вот, я хочу это поставить, я хочу это сделать. Вот что это? Как вы считаете? Я думаю, что это стремление достичь популярности за счёт эпатажа. Это очень простой, лёгкий, поверхностный путь. Хотя я не вправе говорить об этом спектакле, не веди его. Может быть, это серьёзное драматическое действие, способное вызвать какие-то эмоции. Для меня театр – это, прежде всего, эмоция. Хотя, ну, сейчас современный театр, может быть, даже больше призывает к разуму человека, ну, в смысле, затрагивает другие чувства. Но мне кажется, здесь, в этом случае, нивелируется актёр просто до нуля. Это может сделать любой человек. Ну, просто говорить, говорить монотонно, что-то пересказывать, какую-то информацию вываливать. Мне кажется, чем был хороший русский театр всегда и остаётся по-прежнему, потому что, помимо всяких новаторов, существует как бы классическая школа. Он хорош своим актёром, великим актёром русским, который способен эмоционально заразить зрителя, заставить его сопереживать. Мне кажется, это самое большое достояние русского театра и русского актёра. Поэтому, нет, я спокойно отношусь ко всем новаторствам. Они должны существовать. Это правильно. В этом есть как бы оплот демократии, и хорошо. Пускай зритель сам выбирает, на что ему ходить. Светлана, а модерн? У вас, Светлана, тот модерн, который был вот тем стилем в архитектуре модерна, то, что я, например, обожаю, когда я вижу стиль модерна, или вот как в Риге, югенд стайл. Это вот модерн. Григорий говорит немножко о другом, по-моему. Вы знаете, я должна сказать, что почему модерн я придумала? Сначала театр на Спартаковской площади, как вы помните. Да, театр на Спартаковской площади. И шла, дорогая Лена Сергеевна, расплюлись в дни. Все запрещенное шло. Но это вы пользуясь перестройкой, разрешили. Это успех по всему миру сумасшедший. И сейчас я получила премию за вклад в культуру в Америке, в Чикаго. Там 2000 человек стоят. Потому что они помнят. И не потому, что это был такой... Это русские? Нет. Или это... Американцы. Но русские в смысле русские? Никогда не разрешили четырех русских пускать. И все. Чистый американский. Тогда были Ульянов был Михаил Саныч. И была Чикагская лига. И мы играли только для французов, только для американцев. А не для иммигрантов никогда. И синхрона нет? Синхрон? Или как теперь делать? Нет. Раньше было два переводчика просто. А потом строка шла в Марселе, шла строка. Нет. Только для них. А зачем мне для русских? Я для русских здесь играю. Там я могу с Петем. Для русских. Сама. Лично. А тут я играю. И хочу понять, насколько мы все едины. Насколько реакции... Сначала я здесь проверяю посольство. Ходит. И понимаю, какая корректировка должна быть. Потом едем туда нести культуру в массы. Так вот, этот стиль модерн... Я и не знала, что я так ставлю. Каждый акт я всегда делала по-разному. Первый один акт, второй совсем другой. Вообще в разных стилях играем. Мне совершенно неинтересно первый акт играть так, и второй играть в этом же ключе так. Я не люблю. Мне скучно. Вот я говорю, ребята, а давайте сейчас... А сам модерн предполагает огромное наличие стилей. Это же эклектика великая. Это позволило мне найти, нащупать этот театр, которого никогда в жизни не было. Я его придумала. Я его назвала модерн. Там, конечно, есть цитаты из модерна очень много, из художников. Ну, цитаты. Просто ребята, так сказать, не ходят сутулые, как в джинсах, не машут руками. Четко работающий в Катерине Ивановне актерский состав, как одно целое, получает от этого колоссальное, как от оркестровки удовольствие. Вчера я ругалась на артиста, который выпал из оркестровки и махал руками, и что-то там болтал. Скороговорки взяла за руку. Вы знаете, у кого Врагова училась? У Завадского. Вот откуда вот эта жесткость? Она взяла того артиста и просто зашкирку... Я сказала, прекрати, что за язык? Почему такая скороговорка? Сережа, а потом уже к нему пришла в гримерку, и мы с ним долго объясняли ему, почему у него скороговорка. Мне надо было объясниться, если я сделала такое резкое замечание. Когда вы работаете с актером, вы можете его матом покрыть? Конечно. А как, значит, на сцене мат звучит, то нельзя, да? Нет. Дело в том, что у меня даже есть такой номер Чикаго, потрясающий номер. У меня вообще театр таких знаменитых капустников. Они капусту делают фантастикой. Причем я в этом не участвую. Я сама... Вот к 20-летию они сделали капустник, но там я чуть-чуть поправила. А вот на мои дни рождения, на дни рождения театра, они делают капустники. И меня играют там. И в Чикаго они так меня изображают. Ну, кушь, они же мне дают сдачи. Ну, а как же? Понимаете, что такое? Они мне так на мне отсыпаются, но так смешно. И они вот говорят, дура. Там, например, говорят. Вот я говорю, дура. Ну, что ж такое-то? Например. Ну, актриса. Она даже не обижается, потому что, смотря как ты человек, если ты с ним уже разговариваешь, да, не как ты режиссер, а просто, ну, как бы в футболе тренер с хоккеистом разговаривает, да, так сказать, что ж ты там, это, взял, ну, левее, правее, ну, как Тарасов разговаривает. Вот, вы знаете, я... А почему ты весел делаешь? Я тоже режиссеров так побоюсь, но актер гораздо более зависимый персонаж. Вот режиссера, от воли режиссера, чем журналист, да? Журналист, ну, может уйти с этой газеты туда, и с другой, дальше там пока не окажется где-то. Актеру гораздо труднее, он зависимый. Вот режиссер обругал вас матом, да? Вы такой приличный молодой человек, да, воспитанный. Да, я не могу обругать, я себя с ним не знакомую, я никогда его не обругаю. Вы готовы к этому? Да, конечно, готов, если он парадик. Я вам скажу так, что в моей жизни такого не было просто. Ну, пока. Ни разу. Ну, я скажу, что не будет, не в силу того. Кто знает. Просто как бы, ну, во-первых, режиссера я, как правило, выбираю. То есть Врагова уже не будет вашим режиссером, матом покроет. Почему? Ну, она женщина, ей можно простить. Да нет, Володь, вот эта оркестровка, которая на ансамблевость по Станиславскому, да, оркестровка, когда сыгранные, вот мы когда играли, мы играли просто по нотам все. Но ребятам это нравилось, понимаете, это было дико трудно. Это было дико трудно, но это была цель команды. А человек один выходит на дорогу, ищет режиссеров, и это другой путь. А я все-таки за то, чтобы вот этим оркестром симфоническим приезжать туда. И когда нам говорил, у нас многие смотрели звезды, в Лос-Анджелесе мы играли, в Чикаго, мы играли два месяца, как репертуарный театр Америки. 36 раз каждый день. Потом мы уехали в Лос-Анджелесе, и там уже были. И я поговорю про своих 25-летних актеров, Володя. Это вот дорогая Лена Сергеевна, которые играли как голливудские звезды, мощно и оркестровано. Но как они работали? Они работали с 10 утра и до 3 часов ночи. Мы все помешались тогда. Но это было великое помешательство русского театра, понимаете? Спасибо, Светлановская. А вот скажите мне, Владимир Федосеев, дирижер, он мне рассказывал, он обожает все русское. Ну, он такой известный, вот, своими русскими взглядами на русскую музыку, на русскую литературу. Его пригласили куда-то в Германию поставить произведение какого-то русского иммигранта-композитора, никому неизвестного, но по Гоголю. И он априори согласился, не видя. Но когда он увидел, что ему предложили дирижировать, и что творит режиссер, он сказал, все, до свидания, ребята, никаких гонораров не надо. Вы всегда понимаете, что вы играете? В любом случае мы договариваемся на берегу, и я уже понимаю, что хочет режиссер. Конечно же, творческий процесс – это вещь непредсказуемая. Мы можем начать с одной точки, а закончить совершенно непредсказуемой какой-то вещью. Ну, этим и прелестно наше занятие искусства. И сам режиссер может не знать, чем все закончится, куда это все вырастет, и вообще будет иметь какой-то успех, потянется, будет смотреть, это зритель или нет. Поэтому нет, не могу и рад этим. Рад этому обстоятельству. Вообще жизнь для меня – это рулетка. А актерская профессия – это абсолютная составляющая этой рулетки и непредсказуемости. Когда меня позвали играть Беню Крик, это была абсолютная авантюра. За полтора месяца сыграть такого персонажа, к которому даже страшно прикасаться. Ну, не знаю, сходите, посмотрите. Да-да-да, обязательно призываю на вас Беню Крик. Посмотрите, скажите, а что это такое. И будете иметь на это право, как зритель, потому что некоторые плюются, восторгаются. Это нормально. А вот я думаю, что Григорий мог работать у Юрия Саныча Завадского очень хорошо. Вот я сейчас смотрю на него, на его стиль, поведение. И у Георгия Саныча Товстанома. У него такая какая-то харизма мужская сильная. И поэтому он ходит, как блуждающие звезды, блуждающая звезда. Видите, вот уже не зря вас... Но с другой стороны... Мало ли, знаете, все-таки она у Завадского училась. Да, но с другой стороны, конечно... Я к тому, что насколько зависимо вот это... Надо заниматься любимым делом, на самом деле. Я вот это позиционирую в своей жизни и всем пытаюсь навязать. Надо заниматься любимым делом, которое приносит удовольствие. Вот давайте у меня осталось самое любимое воспоминание. Я всегда хотел быть в детстве актером. Потом я играл, когда учился языку, там в Московском университете, я в нашем маленьком театре играл. И мне вот незабываемо я сыграл в композиции по Бертольду Брехту, «Мертвого солдата», роль без слов. Ну, знаете, такая маленькая роль, но со словами. А тут роль без слов, но я на всю жизнь запомнил это. Я только рукой проведу. Это, 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 это... Это позабынь. У меня в спектакле играют все время мальчики. Маленькие они вырастают, потом опять в четвертом акте Катерина Ивановна выходит маленький мальчик. И играет на дудочке. Вот. И они меняются, эти мальчики. Но я думаю, что то, что они выходили на сцену, это же на всю жизнь, да? Вот на всю жизнь им подарок. Разубедите меня. Мне кажется, что театр стал для публики менее интересен. Я просто сравниваю свою вот юность. Когда мы бегали в училище, в Щукинское, в Амхат, смотреть, нас пускали. Ну, свободно пускали. Ну, как, наверное, не всех, но, в общем, свободно. Смотреть, как Костя Райкин, там они этюды играют, из животных каких-то он изображал. Там просто на этюды бегали. И полон зал был. И в Щукинском, в том старом Амхатомском училище. А сейчас как-то вот я даже прихожу на... В Щукинское прихожу на... Я всегда туда хожу на выпускные. Как-то мало... Ну, родственники сидят. Ну, такие девочки, которые там влюблены в мальчиков, сидят или наоборот. Вот. От того ажиотажа, который был, нет. А я бы посоветовал. Знаете, я сам не часто хожу, но когда мне удается сходить на какие-нибудь постановки, вот и на студенческие, ну, есть разные курсы. Я просто сейчас вот несколько... Там два спектакля видел в Щукинском училище. Это потрясающе. Ну, может быть, просто мне повезло. Повезло, совпало. Но я получил колоссальное удовольствие. Значительно больше удовольствия, чем от какого-то, ну, серьезного драматического театра. Потому что то, что они там вытворяют, во-первых, это очень по-взрослому. Это по-настоящему люди, как бы, одаренные, по-настоящему профессиональные. И даже где-то, пускай там что-то чуть-чуть не дотягивает, но ты понимаешь, что в перспективе это все сделается. Но в этом столько энергии, столько, как бы, энергии, молодости, желания, стремления куда-то. Ну, они сами не понимают все куда. Но это совершенно незаменимый, неподдельный ничем. Вы понимаете, что происходит с театрами? Вот вы говорите, нет. Театров нет, артистов нет, режиссеров нет. Ничего нет. Дырка. Нет, ну, в общем, всегда можно немножко... А на самом деле, Володь, ничего нет. Но у нас и культуры нет. У нас же 0,8% на культуру. Поэтому мы такие грустные ходим. Понимаете? Так какая разница? Между прочим, канал культура здесь смотрит, там, 2% населения. В Германии тот же канал, Арте, и во Франции смотрят еще меньше. 1,5% населения. Ну, значит, народ стал... Мир дебилизируется. Но это не значит, что маленькая группа людей всего мира, да? Вот такая горстка цвета мировой нации. Вдруг погибла. Она не погибла. Это и они погибли. Те, кто думает, что ничего нет. Понимаете? Я совершенно иначе. Я совершенно... Как бы совершенно не обращаю на это внимания. Народ битком. Залы переполнены. Я вам говорю, пустых залов у нас никогда не было. Понимаете, все само организовывается вокруг тебя. Поскольку телевидение становится все хуже и хуже, хотя его становится все больше и больше, я только надеюсь, что люди пойдут в театр. Больше и больше. Больше и больше. Очень много ходят. И будут читать книжки не в интернете, а будут покупать или брать в библиотеки. В любом случае, мои дорогие, я поздравляю вас с наступающим всемирным днем театра. Я понимаю, что это полная глупость. День журналиста, день печати, день театра. Но все равно приятно. 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 Спасибо. Спасибо. И вам большое спасибо. Спасибо большое. Я тоже желаю вам почаще ходить в театр. И прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Увидимся, как обычно, приблизительно в это время. Спасибо, ваш Владимир Молчанов.